Сергей Череватый и в этот день сегодня с нами. Сергей, здравствуйте, слава Украине. Здравствуйте. Героям слава, добрый день. Сергей, война России против Украины длится уже долгих 9 лет. Сегодня годовщина полномасштабного вторжения, год несокрушимости, год стойкости. И все же бои продолжаются. Расскажите, что сегодня происходит на нашем фронте. Бахмут остается эпицентром боевых действий. Там враг сосредотачивает максимальное усилие, чтобы прорваться. За эти сутки там 152 раза враг наносил удары ствольно-реактируемой системой залпового огня. 30 боевых столкновений случилось, один авиаудар. Бои были в районе национальных пунктов Беркевка, Бахмут, Ивановская и Васильевка. Также враг потерял 219 человек убитыми и 262 человека ранения разных степеней. Также враг пытается на Лиманском направлении сосредотачивать свои наступательные усилия в районе Стельмаховки, Дибровы, Белогоровки. И также там он максимально использует артиллерию и ракетные войска. 406 обстрелов за эти сутки и 11 боевых столкновений. Состоялось 9, 58 человек было убито на этом направлении, 91 ранен. Также уничтожено 5 танков Т-72, 1 БМП, 2 зенитно-ракетных комплексов, 1 ТОР и 2 С-300. И полевой склад боеприпасов. Сергей, ну и еще в продолжение потерь. Мы понимаем, что врага не стоит недооценивать, но потери российской армии уже приближаются к 150 тысячам. Наши силы обороны ликвидировали десятки российских генералов, сотни тех, кого в России считали профессионалами, сотни тех, кто участвовал в других операциях России. Расскажите, как за эти годы и за этот год последний наша украинская армия перекроила хваленную Вторую армию мира? Конечно, по большому счету можно говорить о том, что та группировка вторжения, которая была на момент начала полумасштабного наступления на Украину, то есть там порядка до 170 тысяч ее насчитывали, что ее по сути сейчас нет. Если вы правильно говорите, что мы близимся к 150 тысячам только убитых, то 146 820 человек сегодня подал наш генеральный штаб убитыми. То есть мы видим, что фактически вся та... А если добавить злой и больше раненых, то мы увидим, что этой группировки нет. То есть там были самые профессиональные, самые отобранные силы, силы, которые несколько лет подряд были задействованы в больших учениях, в том числе после таких последних учений они как раз и вторглись к нам, то есть слаженные силы. Было выбито профессиональное ядро и также было выбито много младших и средних командиров, что сейчас позначается очень четко на действиях оккупационной армии. Потому что, да, они объявили мобилизацию, ресурс человеческий у них еще есть. Некоторых даже обучили, но все равно даже там за три месяца, за два-три месяца обученный военнослужащий, это не военнослужащий контрактник. Но им нужно из-за того, что позиция военно-политическое руководство ихнего такая, что надо хоть какой-то трофей добыть в этой войне, хотя бы захват наших луганских и донецких областей. Поэтому им приходится гнать и гнать этих людей или мобилизированных, если там направление, например, на Лиманском, Купенском, или, как это еще до сих пор и продолжается, на Бахмутском, бывших заключенных. Или, вот хотя там уже тоже их нехватка, и мы увидим, что там уже есть подразделение воздушно-десантных войск, там есть подразделение танковое, там есть подразделение пехоты регулярной армии. Сергей, вот за этот год в Минобороны России неоднократно были кадровые перестановки, и вот уже на определенное время группировкой войск России, воюющей в Украине, руководит Герасимов. Заметили ли вы какие-то изменения в тактике оккупантов? Ну, существенно, тактика не может измениться, потому что кто бы ни стал во главе ее. Я повторюсь, что личный состав остается тот же, командир остается тот же, те же. И, в принципе, каких-то изменений нет. Единственное, что можно заметить, что, конечно, доминантное такое положение ЧВК «Вагнера», оно изменилось, и они даже жалуются, что у них не хватает боеприпасов. То есть, если их раньше делали такими фаворитами, то понятно, что Герасимов, которого, наоборот, оскорбляли, и говорили, что он не умеет воевать, сейчас он делает ставку больше на стандартные вооруженные силы. О том, о чем я говорил, что уже в районе Бахмута появляются регулярные части. И поэтому я думаю, что он будет, как и действовали они в начале войны, он будет действовать плюс-минус в рамках доктринальных документов еще советской эпохи. Потому что, хотя его перед войной очень расхвалили, даже перед 14 годом, это знаменитая доктрина Герасимова, если вы помните, которая как раз предполагала, что основной упор будет делаться на разные неконвенциональные действия в информационной сфере, в экономике, в других вещах. А вот военная, это уже в крайнем случае. Сергей. Да, да. Да, мы говорим большое, наверное, спасибо нашим вооруженным силам Украины за эту стойкость, за эту несокрушимость, за силу и мощь. Вам благодарим за все комментарии, которые были в течение этого года. Будем надеяться, что и дальше вы будете находить время для нашего эфира. Будем заканчивать этот разговор. Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины, был сегодня с нами в эфире Freedom. Всего доброго, до новых встреч.